Всем привет, друзья! С вами я, Жакакулу, и сегодня в этом выпуске мы будем кататься в смешных туфлях на скейтборде. Вот в таких. Вот в таких туфлях. Они очень смешные. Это типа туфли Аирмакса, смотрите. Ну, с такой пяточкой. Мы будем в них кататься на скейте, на досочке. Видите, сегодня я в такой дачной обстановочке, поэтому тут нет нигде асфальта, и приходится импровизировать. И я придумал постелить лист из прессонных опилок и на нем поделать трюки. И это будет челлендж сегодня. Я постараюсь сделать как можно большее количество трюков, и вы все сами увидите. Возможно ли кататься и делать трюки в некатальной обуви? Давайте проверим. Так, ну что, давайте начнем сначала соль. Смотрите, как это смешно выглядит. Итак, начнем с самого простого. Это Олли. Так, Олли возможно. Давайте свеч Олли сразу попробуем. Свеч Олли тоже возможно. Кстати, у них не так плохо кататься. Так, ну что, давайте кикфлип. Посмотрите, эти носки, эти носки в этих туфлях предназначены для кикфлипа. Это их призвание делать кикфлип. Круто, что тут можно падать на траву. Засчитайте. Я думаю, сойдет. Погнали дальше. Так, давайте шует. Свеч Флип еще хочу. Давайте попробуем хил. Прежа инвард. Носочком. Идеально просто для прежа инварда. И так, давайте попробуем сделать 360 флип. Е. Ну что, давайте тогда уж сделаем и свитч трех. Давайте попробуем биг спин. Свой бэксайд биг спин. Ну и давайте сделаем невозможное. Ну что, друзья, вот такое вот получилось видео. Только что в этом видео я, можно сказать, доказал, что кататься на скейте можно в любой обуви. У меня есть для вас история такая, как раз-таки небольшая по этому поводу. Сейчас я вам ее расскажу. Как-то в том, чтобы купить себе новые кеды, чтобы купить себе новые кеды, и у меня не было денег, чтобы купить себе новые кеды. И у меня были бутсы без шипов, на которых было написано «Раша». И мне пришлось их одеть, я пошел в них в скейт-парк, в КЦ как раз-таки. То я в таких кедах катаюсь, все начали смеяться, но мне было пофиг, у меня было одно желание, это кататься. Кататься на скейтборде и делать трюки. И у меня было пофиг, в чем я там катаюсь, и мне было пофиг, что там, то, что надо мной смеются. Было, конечно, забавно, потому что, ну, это, сами представьте, то же самое, что я вот сейчас вот в этих туфлях, в которых покатался, пойду кататься на улицу по асфальту и делать в них трюки. Это же будет полный угар. Вот. Но это все равно круто. Так вот, в тех, как раз-таки, кедосах, на которых было написано «Раша», я научился делать импособл, прикиньте. То есть не в скейтовых кедосах, а именно в тех бутсах для футбола, я научился делать импособл. Вот такая вот крутая история, друзья. В общем, друзья, если вдруг у вас нету обуви, и если у вас вдруг закончилась скейтовая обувь, и осталась какая-то нескейтовая обувь, и вы не хотите в ней кататься, вы вдруг начинаете оправдываться, что вот у вас там нет обуви, чтобы покататься на скейтборде. Так вот, друзья, есть у вас обувь, чтобы покататься на скейте? Это просто оправдание. Если есть желание, то вы будете кататься в любой обуви, друзья. И на любой доске. Вот такое вот получилось видео. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые следующие видео. И, друзья, скоро мы с вами увидимся в моих следующих новых видео. Катайтесь, не ломайтесь, наслаждайтесь, забавляйтесь. Йоу, всем пока.